Всем привет! Вы на канале Норникеля, и мы начинаем еженедельный дайджест новостей компании. На этой неделе Норникель первый в России закупил аккумуляторную горно-шахтную технику, а именно подземный бетоносмеситель, который имеет высокую выходную мощность и развивает максимальную скорость движения до 20 км в час. Также компания приобрела автобус, предназначенный для безопасной перевозки персонала по подземным горным выработкам, который обеспечивает безопасное и уверенное движение в сложных дорожных условиях. Главным преимуществом этой техники является отсутствие вредных выбросов в атмосферу, что очень важно для работы в шахтах. В 2022 году компания добудет первый известняк на Макулаевском месторождении для серной программы. Строительство нового рудника идет в 15 км от основных горно-рудных предприятий Норникеля в северо-западном направлении от Талнаха. На месторождении Макулаевское будет возведена современная инфраструктура, транспортная и энергетическая сети, железная дорога, дробильно-сортировочный комплекс. На полную мощность рудник Макулаевский выйдет в 2026 году. 1 февраля Глобальный палладиевый фонд Норникеля запустил первый в мире ETC на корзину металлов для электромобилей. Начальный выпуск ETC составил 10 миллионов долларов. Размещение прошло на фондовой бирже Милана Борса Итальяна. В ближайшие недели состоится листинг на немецкой фондовой бирже Deutsche Börse, лондонской фондовой бирже и швейцарской бирже. Соотношение общих расходов Total Expense Ratio составляет 0,8%. ETC обеспечен металлами с физическим хранением и будет соответствовать динамике индекса электромобилей GPF Electric EICLE Index. 1 февраля первый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 завершил проводку теплохода Терский берег и прибыл в Дудинский порт. В ближайшее время он вернется за судном Турухан для дальнейшей проводки теплохода в акваторию порта. После этого Сибирь продолжит работу в Опь-Енисейском районе Карского моря. Благодаря измененной осадке конструкция ледокола позволяет работать как на мелководье в руслах северных рек, так и в морях с многотонными льдами. Норникель планирует использовать Сибирь для обеспечения перевозки собственных грузов, а также грузов для других проектов. 2 февраля состоялось необычное мероприятие – встреча Солнца в креативном пространстве Агентства развития Норильска. Чтобы как следует прочувствовать и насладиться моментом, было принято решение совместить это волшебное событие с искусством и технологиями. Гости стали свидетелями сюжета борьбы космоса и хаоса, а затем из почти кромешной тьмы попали в Храм Солнца, где под медитативные звуки ханга и интернет-поэмы о ближайшей к Земле звезде стали частью хореографической импровизации. Встреча Солнца может стать новой традицией и ивентом городского масштаба. Встреча Солнца Редактор субтитров А.Семкин